Всем привет, ребят, с вами Карина, и это вторая серия нашей с вами челленджа Юный Билет Симс 4. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем дойти. Я, конечно же, для начала по традиции сделаю, как всегда, погромче звук. Так, отлично, нормально. Ну что, мы с вами в прошлой серии приобрели книжный шкаф. Мне также написали, чтобы поднять досуг, можно смотреть на облака, ловить рыбку и... Что-то еще я, по-моему, забыла. Да, это плохо. Ладно, нам с вами еще сейчас нужно найти срочно персонажа, с которым с вами можно пообщаться, потому что у нас с вами падает общение. Да, это все немножечко плохо. И как раз-таки у нас здесь есть довольно-таки много персонажей, но я пока что не вижу подросточка. Ни одного причем. Это немного плохо. Это прям very-very bad. Ну да, что-то никого нету, я так смотрю-то. Это кто? Я почему-то не могу с ними взаимодействовать. Это типа они ходят как текстуры или что вообще? Что-то непонятное. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим, что у нас насчет рыбалки. Мне интересно. Да, кстати, там все повышается. Но достаточно медленно, я так понимаю, да? Блин. А если мы будем смотреть на плакату как? Побыстрее будет? Нет? Посмотрим. Да, я не знаю, по-моему, одинаково, по-моему, нет. Без понятия. Нам с вами срочно нужно общение. С кем? Я не знаю. Пожалуйста, кто-нибудь. Пожалуйста. Просто пройдите здесь. Ну, вот какой-то чувак-код. Но он взрослый. Нам с взрослыми общаться нельзя. Да. Вот здесь кто-то еще ходит. Это кто у нас? Скажите мне. Это молодая. Нет. Нам с вами разрешено общаться только с подростками и с детьми. Я так понимаю, что это будет достаточно проблемно. Да, теперь? Плохо-плохо. Прямо очень плохо. Как вот наши растения поживают? Вроде бы нормально. Ладно, пока что мы с вами поваляемся. Посмотрим на облака. Так, пойдемте-ка. Мы, наверное, с вами уже займемся нашим с вами любимым делом. Это, конечно же, будем собирать всякие ресурсы. Да. Ресурсики. Пойдемте. А, я так понимаю, с вами сегодня уже все собрали, да? Что-то я уже за пусто в словах даже. По-моему, да. Или нет. Ну, вот там может что-то покопать. Здесь, мне кажется, мы тоже не собирали. Да, конечно, мы здесь не собирали. Конечно! Это же я, блин. Это я. Так. Еще, по-моему, где-то здесь мы с вами все время искали, да? Нет? Нет, по-моему, где-то в другом месте. Ну, ладно, сейчас что-нибудь найдем. Можем с вами нам копать. Это хорошо. Здесь вот что? Нет. Вот здесь вот можно еще собрать. Давайте. Еще вот здесь пособираем с вами. Нам бы, наверное, камушки еще не помешали бы. Ну, вот здесь вот, да, по-моему, с вами здесь все время искали. А, по-моему, уже все, да? Нашли. Хорошо. Тогда нам сейчас с вами нужно будет возвращаться домой. Сбегать, во-первых, в кустики, где наши любимые кустецкие. Вон они. Удобряем. Принимаем душ. И кушаем что-нибудь. Что у нас имеется? Мы с вами ничего особо нового не добыли. Вообще, мы как бы можем расширить немножечко вот этот наш сад, но я что-то как-то не хочу. Так, мы с вами, конечно, размножаем лягушечек. И не что, куда же без этого. Такс. И одну мы с вами еще здесь продаем. Ну, нормас. Сколько, кстати, у нас с вами дней до дня рождения? 12 дней нас с вами придется прожить, прежде чем мы сможем с вами хотя бы на какую-то работу отправиться. Да, достаточно сложно. Достаточно сложно. Отлично. Стопэ. Стопэ. Потом мы с тобой поедим и скупаемся. Мы с вами нашли персонажа. Это просто шикарно. Мы с вами нашли персонажа, с которым можно пообщаться. И это просто суперски. Это просто замечательно. Это очень хорошо, потому что мы сейчас с вами сможем поднять шкалу общения. Достаточно. Отлично. Прям очень отлично. Да, я понимаю, вы можете не ладить. Мне все равно. Мне просто главное, чтобы вы пообщались. Остальное меня вообще не интересует. Там, как бы, поладить, не поладить. Отстаньте, пожалуйста. Что еще? Респектую, уважуха. Давайте. Все. Вы типа... Блин. Ну, как-то с одной стороны вроде бы нормально, а с другой стороны вроде бы нет. Ладно. Ну что. Давайте мы сейчас с вами что-нибудь поделаем еще. Конечно же, помоемся. Кстати, мне предложили купить палатку, чтобы мы с вами не намокали. Давайте попробуем, хватит ли нам на этот денег. Сейчас посмотрим. Палатки. Где они у нас? По-моему, здесь, да? Хотя бы на самую галимую какую-нибудь. Нет? 420? Или я слепая? Нет? Вроде нет. Ну, хорошо. Нужно с вами еще копить и копить. Не, ну как, относительно, в принципе. Не особо так много и копить-то нам надо. Ну, хорошо. Давайте тогда сейчас, как обычно, ложимся спать. В принципе, как бы, мы можем с вами отправиться куда-нибудь в другое место. Где можно поискать наши всякие эти прибамбасики. Да. Кстати, а все, нельзя уже смотреть на облака, типа? Или можно? Подождите. А можно проезда в пене. Да, вот это тоже писали, то, что можно проезда в пене. Вот, я вспомнила еще чего. Можно отправиться на другие участки, чтобы посмотреть, что есть там. Можно там собрать какие-то ресурсы новенькие. И продать денюжек. Продать денюжек, да? Продать их для денюжек. Вот. Ну что? Ммм. Ой. А вот это вот не нужно. Не-не-не-не-не-не. По-братски. Не нужно. Это мне не нравится. Это мне... Это мне прям вообще не нравится. Зачем ты это делаешь, друг мой? Скажи мне. Зачем? Просто зачем? Как вы там вот Владиславус или как? Да, Владиславус? Ты, конечно... Спасибо тебе, да. Мы, конечно, сейчас проспимся отлично, но мне это ничего не радует. Нет, мы не проспимся. Ну, спасибо тебе. Просто спасибо. Мы не могли же нормально поспать. Нас обязательно нужно было будить. Конечно. Конечно. Куда же без этого? Ну что? У нас с вами уже потихоньку появляются новые ресурсы в мире. Это, конечно же, замечательно. Ну что? Мы с вами начинаем наш новый день. И давайте, наверное, мы с вами действительно куда-нибудь попутешествуем. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Для начала нам с вами нужно же обязательно покушать. Конечно. Куда же без этого? Давай. Мы сейчас с тобой быстренько кушаем. Быстренько-быстренько-быстренько все с тобой делаем. Отлично. И что-нибудь еще. Когда мы перекусим. Потому что мы с тобой мало питаемся, на самом деле, вот этим вот йогуртом и так далее. Да. Ну все. Отлично. Теперь нам с вами нужно будет найти кого-нибудь, с кем можно пообщаться и поднять себе общение. Ну, а мы с вами поехали. Поехали, поехали, поехали. Смотрим, что у нас заспаунилось в этот прекрасный летний день. Да. Давайте. У нас там какая-то тигровая лягушка. Мне кажется, что у нас с вами вроде бы не было еще. Хотя я могу ошибаться. Да. Все вполне возможно. Так. Здесь собираем. Собираем вот здесь вот. Мы с вами не идем в школу. Вы помните то, что это правило. Да, ну да. Я, кстати, в описании оставила ссылочку на сайт с правилами. Так что можете посмотреть. Мы, в принципе, с вами пока что соблюдаем абсолютно все правила. Если я не ошибаюсь. Да. Их, в принципе, там не особо-то и много. Просто, ну, как бы, блин. Надо их соблюдать. Да. Потому что, ну, мне кажется, челлендж для этого придумали, чтобы играть с определенными правилами. И не соблюдать их, мне кажется, ну, а смысл тогда вообще проходить? Это ты просто, считай, будешь играть в какой-то свой челлендж. Да. Типа, блин. Ну, не знаю, короче. Ладно. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Так, у нас с вами еще, по идее, должна остаться одна зона. Да-да-да. Должна остаться одна зона. Так, где еще можно накопать, я так понимаю. Слушайте, да мы прям с вами вообще... Блин, пошел дождь. Это плохо. Мы такими темпами, в принципе, с вами сейчас накопим на палаточку. То есть, хотя бы какое-то жилье более-менее нормально у нас с вами уже имеется будет. Да. Конечно, я очень по-русски сейчас сказала. Будет иметься было, правильнее сказать. Да. Ну, ладно, держите внимание. Я что-то просто заговорил в последнее время. Переживаю. Конечно. В смысле, а что с тобой? Ладно. Тебе, видимо, уже все это надоело, да? Мы тебе, видимо, уже все замучили. Ого, сколько ты тут собрала. Офигеть. Вы посмотрите, сколько много. Серьезно. Ладно, давайте сейчас с вами продадим. И да, в принципе, нам уже хватает в любом случае на нашу эту палаточку. Это замечательно. Это просто суперски. Мне это очень сильно радует. Мы даже с вами еще не все собрали. Так что, блин. Так что, да. Так, мы здесь с вами размножение также делаем. Так, здесь делаем вот это вот. Я так понимаю, что все, да? Ты нас просто ослабеваешь уже потихоньку, да? Ну, хорошо. Мы сейчас что-нибудь придумаем. Мы сейчас что-нибудь обязательно придумаем. Давай, возвращаемся мы с тобой домой. Для начала мы с тобой принимаем душ. Потом, конечно же, что-нибудь докушаем с тобой. Ну, а теперь нам с вами нужно продать нашу кроватку. И у нас, кстати, почти уже тысяча символионов есть. Между прочим, это такой своеобразный процесс там. Так, подождите. Почему я могу код ввести? Вот РПП. Ну, фонтекс. Потому что нам сейчас просто дерево не даст поставить палатку. Я уверена в этом. Давайте, все. В принципе, ставим палатку себе. Вот так вот можем поставить. Все. Ну, просто идеально. Что еще нужно? Давайте, может, какую-нибудь вот такую вот поставим. В принципе, довольно-таки красиво. И я думаю, то, что можно поставить какое-то освещение, наверное. Вот какой-нибудь такой фонарик. Я думаю, почему бы и нет. Достаточно красиво смотрится. Какой-нибудь голубенький такой. Давайте. Что еще мы с вами можем, в принципе, такого поставить? Конечно же, туалет. Точняк. Хотя бы самый дешманский, но туалет. Конечно. Куда же без него? И можем также с вами разместить зеркало. Мы можем зеркало, в принципе, разместить здесь. Почему бы и нет? Отлично. Смотрите, то есть ванна у нас с вами уже полноценная есть. И это просто замечательно. Следующий наш с вами ответственный шаг. Я даже не знаю, какой, если честно. Наверное, будем потихоньку строить какую-то кухню. Что такое? Что ты не можешь пройти? Ты норм? В чем проблема? Иди сюда. Что тебе мешает? Я не понимаю. А, все, я поняла. Да-да-да, я поняла. Это мой косяк. Я не так подумала, что у нас расположен душ. Все-все, забейте, ребята. Забейте. Давай. Принимаем душ. Все. Да, это я тупанула. Далее. Мы с вами, конечно же, опять кушаем. Потому что мы с вами не наедаемся. И, наверное, утро мы с вами проснемся. И даже куда-то отправимся. В принципе, у нас с вами есть денежки. Мы с вами можем себе позволить списать с нашего счета 10 миллионов. Куда-то отправиться. То есть, да, проблем возникнуть не должно. Давай, мы, наверное, сейчас с тобой... Что мы с тобой сделаем-то? Другие варианты. Давай посмотрим на облака. Давай. Как же мне радует то, что у нас теперь с вами есть палатка. Серьезно. Это просто шикарно. Это прям отлично. Ну что, мы с вами пока что сейчас будем смотреть на облачка, я думаю. Да. Конечно, повышается все дело не очень быстро, как хотелось бы. Ну, хоть как-то. Так, кстати, у нас здесь уже первый урожай. Я смотрю. Нет, нет, еще нет. А, она еще просто неудобно себя чувствует. Нам с вами срочно нужно будет купить зонт. Серьезно. Вот зонт. Стопе. Вот зонт, это прям офигенная тема. Это, конечно, офигенная тема. В смысле? Че? Ты не хочешь с нами общаться, друг? Не-не-не. Давай. Помоги, пожалуйста, нам. Мы хотим с тобой пообщаться. Нам не с кем общаться. Нам нельзя не с кем общаться. Мы можем только с таким вот возрастом и с подростковым, конечно же, возрастом. Нам. Такое вот дело у нас. Я надеюсь, что мы, в принципе, с вами успеем в этой серии куда-то отправиться, потому что у нас пришло уже 12 с половиной минут. Я так понимаю, вы все? Вы наболтались? Ну, блин, чувак, пожалуйста, подожди. Подожди. Русский подарок. Вручу на тигровую лягушку ему. Нет, ты не хочешь никак? Это печально. Ну че, пойдем тогда домой. А нет, стопе, это кто? Стопе, стопе. Да, остановись ты. Молодой. Нет, мы в пролете. Мы в пролете. Это кто? Это подросток. По-любому подросток. Я отвечаю. Подросток. Конечно, подросток. Я же говорю. Ну что, пойдемте общаться, пойдемте дружить. Здравствуйте. Респекту, уважуха. Давайте, нам с вами нужно хотя бы каких-то друзей себе уже завести. Мы, в принципе, можем... А, ну да, как мы с вами отправимся куда-то тусить? Мы же не можем, в принципе, пользоваться телефоном. Это плохо. Это... Хехе, да. Хехе, да, вот что сказать. Не буду. Папапам. Я думаю, ладно, сообщение пора завязывать. Давайте возвращаемся в наш любимый и уже просто прекраснейший дом. Он у нас уже полноценный дом. Да, конечно, полноценный дом. Ага, далеко нам еще до полноценного дома с вами. Ну, ничего. Мы с вами развиваемся. Все норм. Давай-ка, наверное, с тобой... Почему ты не можешь поупражняться в пене? А, мы же с вами можем здесь это... Нет, мы не здесь можем. Где у нас это было действие? Перелез в сухую одежду. Вот. Отлично. Меня прям это очень радует. Давай что-нибудь поделаем. Там, поразвлекайся, почитай что-нибудь. Давай. Тебе сейчас нужно себя развлечь. Ну что, ребятки, давайте мы, наверное, с вами туда увидимся сразу утром. И уже куда-нибудь отправимся. Ну что, доброе утро, ребятки. У нас с вами уже 8 утра. И сегодня у нас... Мы с вами пошли в школу. Ничего страшного. Косяк бывает. Я случайно просто не надеюсь. Я что-то не предусмотрела. Как-то не увидела. В общем, ну что. Я думаю, что мы с вами уже готовы отправиться куда-то в свет. Во-первых, мы с вами можем там с кем-то пообщаться. Мы можем что-то уже начать делать. Начать где-то собирать новые какие-то вещи. Да. В принципе, дома-то у нас ничего не проповедет. Вот. Так, давайте мы с вами еще потом продадим этот урожай. Сейчас только сами покушаем. И мы с вами отправимся в тренажерный зал. Во-первых, я хочу, чтобы мы с вами как-то держали себя в форме. Это, конечно же, очень важно. Вот. Все дела. Поэтому, поэтому... Подождите. Можно, пожалуйста, тут продать все дело? Это тоже продать. Итак. Значит, мы с вами отправляемся. 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 Мы с вами в спортзал. И нам с вами нужно будет вычесть 10 символионов из нашего этого бюджета. Чудесно магическим образом мы с вами оказываемся уже на месте. И первое дело, которое мы с вами должны сделать, это, конечно же, ввести код. Так. Значит, нам с вами нужно ввести money 148. Все. Отлично. Мы с вами соблюдаем все правила. Ну, конечно же, куда же без этого. Ну что, пойдемте, наверное, позанимаемся немножечко спортом. Нам с вами хотя бы как-то нужно выйти в свет уже. Да, почему бы и нет. Все, отлично. Мы с вами можем здесь пользоваться, в принципе, я так понимаю, только туалетом и душем. То есть никаких этих... Как забыла их назвать? Никаких телевизоров и так далее. Да. Такие вот дела. Наверное, так. Я просто сейчас в паузе читала правила. Я вроде бы ничего нового-то не нашла. Я просто знаю то, что мы с вами соблюдаем все правила. И это хорошо. Но я просто иногда поглядываю, потому что мало ли что я могу забыть. Я могу что-то там не соблюдать. Как бы мне потом не нужны претензии с вашей стороны. Так что да, такие вот дела. Сара своя в доску персонаж. Такие... В доску... Нет, в доску читаю. Я неправильно уже читаю, наверное. Такие персонажи обождают смотреть спортивные программы, общаться с друзьями по интересам и любят пить сок. Занимательно. Давайте, например, с вами еще куда-нибудь вот сюда сходим. Вот на такой тренажер. Да. Я считаю то, что Саре нужно поддерживать форму физическую, потому что на самом деле она довольно-таки накаченная у нас. Да. Возможно, вы этого не видели. Но когда... Как вы могли это видеть? Да, правильно. Давай. Мы, конечно, такие сус-крешота делаем. Блин. Чувак тут прошел. Я, наверное, не буду ставить это на превьюшку. Это будет слишком странно выглядеть. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Блин, были бы здесь коврики для йоги? Здесь нет ковриков для йоги, серьезно. Ну, не для йоги, а для медитации. Я не помню, как это называется. Мне кажется, здесь нет. Блин, это обидно. Ну что, у нас с вами есть кто-нибудь хотя бы подросток? Нет, это взрослый, подождите. Че, вообще никого? Молодая, взрослая. Стопэ. А, я думаю, с кем-то общаешься. Он молодой. Молодой. Вы че все такие-то-то уже? Все-то тут. Не десяток. Ни в коем случае нельзя. Так, никаких телевизоров. Никаких телевизоров. Ни в коем случае. Нельзя. Противоречит правилам. Ни в коем случае. Давай, мы сейчас с тобой искупаемся быстренько. Че-то я так понимаю, что у нас все приходят сюда не в подростковом возрасте. Меня, на самом деле, этот факт немножечко печалит. Че, давайте, может быть, это... Попрыгаем там в бассейн. Почему бы нет? Хотя бы как-то поразвлекаемся. Ух ты, вы посмотрите, что у нас тут. Хопа, хопа. Что, может, мы тебя зафоткаем? Нет? А ты можешь... Блин, здесь такого нет. Блин, я забыла. Я что-то тупанула. Я думала то, что мы с вами встретимся с этими шезлонгами. Конечно. Конечно, конечно. Далеко нам еще до этого, наверное. Хотя, я не знаю. Так, хопа. Че, мы тебя зафоткаем? Нет, это выглядит слишком странно. Хопа, хопа. Может быть, вот так вот хотя бы это зафоткать, я не знаю. Хопа. Нет, это тоже слишком странно. Ну, че там? Как? Как тебе? Как тебе водичка? Рассказывай, Сара. Тебе, видимо, нравится, да? Скажи, вообще. Вот просто круто расскажи нам, да? Скажи, просто офигенно прям. Вода, скажи, просто шикарная. Вода теплая. Блин, слушай, мне твоих глаз из твоей шляпы вообще не видно. Блин, Сара, слушай. Ты можешь, пожалуйста, на нас куда-нибудь посмотреть? Да, вот. Вот сделай, пожалуйста, еще раз. Так, а ты только что делала. А, точнее, ты же можешь сесть. Я забыла. Я забыла. Так, давайте мы, наверное, тебя, конечно же, зафотографируем. Нет, стопе. Стопе, стопе, стопе. Кстати, да, ребят, еще вы, наверное, могли заметить эти вот татуировки у нашей Сары. Почему я вообще их сделала? Как бы, понимаете, я сразу подумала, то, что если мы с вами будем делать челлендж, то я хочу, чтобы у нас был какой-то сюжет. Ну, как бы, типа, до этого. Так, подождите, это подросток, мне кажется. Как-то я думала, туда, ё-моё, боже. Да, я хотела, чтобы у нас с вами был какой-то определенный сюжет, и я вам рассказывала вроде бы вначале то, что у нас там с вами, типа, так, я ребенка нашла. То, что у нас там с вами, типа, была такая семейная ссора, ля-ля-ля-ля, и как раз-таки эта ссора возникла у Сары из-за татуировок. Вообще, на самом деле, я считаю то, что это достаточно распространенная тема ругания родителей с детьми, потому что у меня, в основном, такие проблемы есть. Да, я любитель татуировок, я, конечно же, хочу татуировки, и я не только поэтому решила сделать Сары из-за тату, потому что, ну, я посчитала то, что это достаточно веская причина для руганий с родителями, и как раз она у нас легла в основу нашего челленджа. То есть, почему бы и нет, мы развиваемся, нормально, всё норм. Ну что, а мы с вами тем временем общаемся, общаемся, конечно же, не нарушаем мы с вами никаких правил челленджа. Всё у нас покажется с вами отлично, всё хорошечно, вторая серия вроде бы проходит на ура. Да, всё норм. Мы можем даже вас зафоткать, в принципе, друзья мои. Так, смотрите, чё за глюки? Чё за глюки? Мне такого не надо вообще. Так, это типа теперь твой друг, да? Ну, скажи, скажи, всё. Это мой дружба. Всё. Сара нашла себе друга. Что это? Боже. Это типа тебе серьёзно так интересно это слушать, Сара? Не ври. А вот это вот, вот это вот не надо. Вот это вот такое. Это вот плохой знак. Прям ужасный знак. Прям плохо. Блин, мне кажется, что не нужно дразнить его за лицо. Он на тебя обидится. Серьёзно. А мы его уже знаем, что ли? Это типа наш друг уже? Наверное. В общем, ребятки, ладно. Мы с вами заканчиваем нашу вторую серию. У нас с вами, в принципе, всё проходит хорошо. Прям даже замечательно. Мы с вами потихоньку будем развиваться, конечно же, что-то делать. Строить потихонечку дом в первую очередь. Ну что, вот на таких вот прекраснейших пейзажах нашего с вами Виндербурга мы с вами заканчиваем эту серию. Спасибо вам огромное за просмотр, ребяточки мои любимые. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ложитесь в следующих сериях, ставьте комментарии. С вами была Карина. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok